МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И парад для тех, кто любит качественную музыку. Для тех, кто хочет знать, что сейчас слушают самые продвинутые люди, к коим, разумеется, относитесь и вы. Что же, начинаем в список лучших из лучших. Вернулся Юнис Майдана, пролетая над нами и 30-е место. Смотрим. На 28-й строчке новинка, к сожалению, единственная на сегодняшний день. Вика Дайнека с композицией. Души. Кстати, автор слов, экс-солист некогда популярного румынского трио Озон Раду Сырабу. Не знаю, почему эта информация вдруг всплыла в моей голове, но в конце концов мир должен знать, что после распада группы творить продолжил не только дан баланс. Что-то у меня совсем никто степь донесло, но Флорайда и его Ай Край сегодня на 29-й позиции. Вот им-то мы сейчас и полюбуем. Ева, Ева, Ева Польна, если ты меня вдруг слышишь, а я надеюсь, что все-таки ты меня слышишь, приготовься. У меня для тебя, ну, как обычно, две новости, хорошая и плохая. С какой начать? По традиции начну с плохой. Хотя почему? Твоя песня «Весь мир на ладони моей» упала на 13 пунктов. Теперь она занимает лишь 24-е место. Мне жаль. И хорошая новость. Ты претендуешь на тарелку. Премия Муз-ТВ 2013. Перезагрузка в категории «Лучшая». Лучшая исполнительница. Тут уже принимаемые искренние поздравления. И 7 июня, я надеюсь, мы с тобой ее обмоем. Ирландская группа The Script и Will.i.am, конечно, постарались на славу. Что слова, что видеоклип, все на высшем уровне вдохновляют. В общем, к ежедневному прослушиванию и просмотру рекомендуется. Вот только теряют музыканты свои позиции. На этой неделе они уже 18-е. Хотя, чего я удивляюсь, эти парни уже месяцев 7-8 так в кит-параде. Так что все в этом, наверное. Отличное вести для певицы Ёлки, ее поклонников и просто любителей хорошей музыки. Во-первых, песня «Хочу» вернулась в 30-ку лучших топ-хичарта. Вернулась и попала сразу на 17-ю позицию. Во-вторых, хвойная артистка номинирована на премию Муз-ТВ. Перезагрузка сразу в двух категориях. Лучшая исполнительница и лучшее концертное шоу. Наконец, в-третьих, прямо сейчас в эфире Муз-ТВ видеоклип «Хочу поехать». Все указывает на то, что пришло время. Напомню, что топ-хичарт составлен на основе данных о ротации на аргустанцах России и стран СНГ, предоставленных сайтом топхит.ру. Бесподобный, великолепный, но поразительный сайт. Советую. Так, лирику в сторону. И я продолжаю знакомить вас с расстановкой силки по радио. Наши очень-очень-очень-очень старые знакомые, Джоути и Кимпро на этой неделе оказались в середине хит-парада на 15-м месте. Если вам еще не надоело «Somebody that I used to know», то наслаждайтесь. Если эта песня у вас еще печеная, не сидит, я не знаю, чем вам можно помочь. В 2009 году один популярный журнал причистил канадского певца Дэниела Паутера к разряду «One Hit Wonder», если по-русски его назвали артистом одного хита. Все же помнят, все же помнят и все помнят этот шедевр под названием «Bad Day». Жесток, конечно, с ним обошлись, но мир шоу-бизнеса, он такой. Даниил сначала обиделся, на три года ушел в себя, но в 2012 году он взялся за дело, точнее, за музыку. Результат – 14-я позиция топ-хит-чарта. Надеюсь, это не предел. В 1976 году в канадском городе Монреаль прошли летние Олимпийские игры. Все. Выступление советской гимнастки Нелли Ким поразило весь мир. В число ярых поклонников спортсменки попали муж и жена Антонио Хосе и Мария Эммануэла Фуртадо. Супруги были впечатлены настолько, что когда в 1978 году у них родилась дочь, они назвали ее в честь своего кумира Нелли. Это так, небольшая, но очень ценная информация. Если по существу, то Нелли Фуртадо и «Wetting for the night» на 13-й строчке топ-хит-чарта. Никак, никак не могу решить, чтобы такое интересненькое, такое яркенькое, такое стильненькое надеть на премию «Муз-ТВ» перезагрузка. Сломал уже всю голову. Время, конечно, еще есть, но надеюсь, что до 7 июня успею таки придумать что-нибудь эдакое. Кстати, приходите в спорткомплекс Олимпийский, лично оцените мой и не только мой флук. Заодно оторветесь по полной программе Олли Моррис и Флорайда. Рады бы к нам присоединиться, да дело у них по горло, поэтому нам не остается ничего другого, кроме как наслаждаться видеоклипом «Траблмейкер» и верить в то, что они еще передумают. Ходят слухи, что Бритни Спирс заставила своего возлюбленного Дэвида Лукадо подписать соглашение о конфиденциальности. Теперь молодой человек обязан держать в секрете все, что так или иначе касается поп-принцессы. В противном случае его ждет огромный штраф, говорят, Дэвида просьба совсем не обидела, и он поставил свою подпись без лишних вопросов. Согласитесь, мужской поступок Бритни Спирс тоже молодец, все-таки жизнь ее кое-чему да научила. Компания «Мегафон» представляет грандиозный тур «Земфиры». Самая загадочная звезда отечественного шоу-бизнеса уже поразила своими грандиозными выступлениями почти всю Россию. «Земфира» скоро будет и в твоем городе, не пропусти. Такое ты не забудешь никогда. Время. Когда все плохо, оно тянется. Порой возникает ощущение, что и вовсе стоит на месте, но когда дела идут хорошо, когда ты наслаждаешься происходящим, пролетает незаметно. Впереди тройка лидеров. Потом неизбежное расставание. Друзья, мне тоже очень грустно, но выбора нет. Итак, на прошлой неделе музыканты из группы «Градусы» были первыми, сегодня лишь третьи. Ненадолго, если хватило прямо скажем. Надеюсь, номинация на премию «Муз-ТВ» перезагрузка в категорию «Лучшая поп-группа» немного поднимет парням настроение. Второе место поделили между собой группа «Мувтаун» и «Рэй Хоррортон». Ну а лидером? Лидером стала Риана. И снова что-то непонятное творится в ее личной жизни. Сначала сообщают, что она и Крис Браун расстались. Потом выясняется, что они только находятся на грани разрыва. Затем их видят вместе на шопинге в городе Ангелов. Вместе тесно, порознь, скучно. В подобных ситуациях, кажется, именно так говорят. Да? Риана вернулась в первое место. Потрясающая девушка. Аплодирую всю программу стоя. Мне же осталось только напомнить вам, что топ-хит-чарт оставали на основе данных ротаций на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом топхит.ру. Не забывайте совершать добрые поступки. Читайте Муз ТВ в Твиттер, Муз ТВ и Инстаграм Муз ТВ. Читайте меня тоже там, МФ Агент. И обязательно найдите время, чтобы посмотреть Муз ТВ. Ваш МФ. Муз ТВ и Инстаграм Муз ТВ и Инстаграм Муз ТВ.